Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! На улице у нас 12 градусов. Идут дожди. Вырвались в лес, посмотреть, что уже происходит. Последний раз мы были 10 дней назад. Все пишут, что в Германии пошли грибы. Белые грибы, маслята. Но у нас пока ничего не наблюдается. Что найду, то вам покажу. В сегодняшнее видео я хочу подробнее рассказать о попадающихся грибах. Вот это ложный опенок. Видите, какой он цвет? Он такой золотисто-желтый. Он называется серно-желтый. Видите, у него такая зеленоватая обратная поверхность. Там, где находятся ламели. Пластинки. Они зеленовато-серого цвета. И у них нет юбочки. Основа для распознавания опенка съедобного, осеннего. У него на шляпке есть такие конопушки, я говорю. Такие чешуйки. И обязательно должна быть юбочка. Вот это один из ложных опят. Называется серно-желтый. Такой цветом, как сера. С зеленоватым оттенком. Вот сейчас посмотрите. Вот здесь я рассказывала вам про опенка серно-желтого. А повернулась сюда и увидела вам ху. Я его уже очистила. Но увидела вам ху вот такую шляпочку. Ну что, поздравьте меня, друзья. Это первый белый гриб сезона у меня. Вот такой малышок. Вот он мой первый белый гриб. Будем надеяться на другие тоже. Позвала мужа. Рассказываю ему, что нашла белый. Смотрите, какая красота. Открой. Открой. Сейчас он вам покажет. Вот так. Видали такое? Думали два. А это, оказывается, три. Вот такое, мои друзья. Счастье привалило. Вот он один. И вот они два сросшие. Это два. Но только вот такой белый гриб. Повезло сегодня нам. Вот этот гриб называется Балетус идолис. Это белый гриб еловый. Абсолютно чистый. Замечательный грибочек. Вот такой красавчик. Вот сейчас уже нельзя сказать, что ноль. В лесу растут какие-то всевозможные цветочки, скажу я. Вот такие грибочки. Всякие мелкие-мелкие. Вот. И покрупнее, и помельче. И всякие. И польские. Вот он мой первый польский в этом году. Видите? Польские грибы. Вот такого возраста. А вот второй. Господи. Надо все. И камеру держать, и сумку держать, и снимать, и следить, и вокруг еще поглядеть. Все. Вот этот гриб называется польский. Его еще называют в России польский белый. Относится он к маховикам. Сейчас я вам покажу второй грибок. Этот вот маленький, хорошенький, чистенький. А второй гриб, он уже, конечно, поеден плесенью. Видите? Его уже мы не возьмем. Но хочу посмотреть. Немножко сейчас. Ну, плесенью поедена, его нельзя взять. Но если вы надавите на польский гриб, на губку снизу, она желтоватого, молодая, она желтоватого цвета. Если вы надавите пальцем, она моментально прибитает синий-зеленый оттенок. Видите? Вы видите, где я нажал пальцем? Этот гриб мы не возьмем с собой, но это польский белый. По вкусу он очень вкусный. Можно сказать, что он даже вкуснее белого гриба. А так он выделяет коричневый сок. Ну, и по виду белый гриб намного эстетичнее, красивее, чище. Вот он, видите? Синее пятно. Это отличие польского гриба. Что еще хочу сказать? Эти грибы предварительно отваривать не нужно. Если вы хотите, чтобы краска вот эта желтая сошла, отварите с добавлением уксусной кислоты чуть-чуть. Белый гриб отваривать тоже не нужно. Промойте его как следует и жарьте. Польский также. Вы вымываете, вывариваете столько много полезного из этих грибов, что даже невозможно передать. Вот, видите, дальше вот это все съела плесень. Хотя грибок был не червивый. Вот. Ну, вот, видите, еще один польский малышок. Видите, какой красавчик. Польские грибы очень вкусные, когда вы их пожарите с пиццей, положите на пиццу. Очень вкусно. Вот такие два маленьких грибочка. А вот тут вы видите целые заросли лисички ложной. Хочу показать вам, как она выглядит. Вот это лисичка ложная. Такой нежный-нежный оттенок пластинок под шляпкой. Лисичка настоящая отличается от лисички ложной, если она, ну, как сказать, сильнее, твержея, крупнее. А эта вот нежная и такой у нее вид, это лисичка ложная. Лисичкой ложной не каждый травится. Но если у вас тип аллергии, то это очень опасно. Люди травятся этими грибами. Поэтому не собирайте их. Хотя некоторые едят и живы до сих пор. Вот еще нашла какой-то грибок. Хочу вам его показать. Так, это уже кто-то рвал. Этот гриб называется свинуха толстая. В отличие от свинухи тонкой, которую нельзя есть, она съедобна. И у нее бархатная ножка коричневая. Видите, вот. Коричневая бархатная ножка. Отличается от свинухи тонкой тем, что она съедобна. И то, что у нее бархатная ножка. Запомнили? Кто-то сорвал. Она обычно растет на пнях, на деревьях. Сейчас приду, покажу вам еще что-то. А вот такую мышку наружку видели? Свела себе норку. Это тоже польский грибочек, который живет в норке. Вот такой красивый польский гриб. Еще раз обращаю ваше внимание, светлая, светлая желтая губка снизу гриба, темно-коричневая шляпка. Он очень похож на каштаны конские, поэтому его зовут мароненпельц в Германии. Мароненпельц в Германии. Мароненпельц в Германии. Вот такой еще один польский. Так что на жарюху сегодня наковыряем. Шла я не к польскому грибу, а шла я вот к этим вот свинушкам тонким. Свинушка тонкая признана еще в 80-х годах несъедобным грибом. И хотя вы не отравитесь и не умрете сразу, но вы будете умирать медленно и долго. Это гриб, который не нужно собирать, не нужно рвать, а особенно ни в коем случае не кормите этим своих детей. Нарушают иммунную систему. Долго о нем я разговаривать не буду. Вы все можете сказать, ой, мы всегда ели и едим. Но это не значит, что вы не болеете от этого. Зайдите на канал Михаила Вишневского. Он подробно расскажет вам, каким образом действует вещество, находящееся в свинушке тонкой. Его еще коровником называют. Дунькой называют. Каким образом действует на ваше здоровье. И вы убедитесь сами, что это не просто слова. Он объявлен несъедобным или ядовитым во всех странах мира. Поверьте грамотным людям. Не ешьте, ешьте лучше польские грибы белые. Срезала несколько польских без вас. А вот сейчас хочу показать. Вот это вот. Такая красота. Вот один. Вот этот вот. Второй. Вот это вот третий. Польский гриб. Он обычно растет семьями. А вот тут вот есть четвертый. Вот такая семейка. Видно, что грибы только пошли. Вот такой у меня замечательный нож грибника со щеточкой. Я его очень люблю. И заостренное лезвие. Здесь есть вот такое место, которым тоже можно чистить грибы. Вот как-то так. Посмотрев в обратном направлении, увидела еще один польский. Вот так они и растут. Шишка. А вот это полячок. Во мху. Глубоко сидит. Вот так растут польские грибы. Польский гриб это один из любимых грибов населения Северной Германии. Даже немцы выходят на охоту за польским грибом. И никто из них не откажется, если вы подарите кому-то их пожарить. А вот подберезовики они выбрасывают. Вон там через дорогу вижу еще один полячок. Он такой маленький, что я решила его не шевелить. Придет кто-то другой. И пусть рвет. Знаете ли вы о том, что грибы уменьшаются при готовке в размере в три раза. Вот этот сантиметровый, полутора сантиметровый грибок, если взять, от него останется совсем маленькая капелька. Поэтому иногда нет разницы, возьмете вы его или не возьмете. Ни вам, ни себе, ни людям. Вот так. Лучше оставить. Потому что вы из него ничего не возьмете. Удивляюсь всегда людям, которые режут такую мелочь, от которой ничего не останется при варке. Какие же грибы я собираю, когда хожу в лес? Ну, беру в первую очередь, конечно, белый гриб и рыжик. Польский гриб обязательно беру. Потому что, хотя раньше не любила его, из-за того, что он дает коричневый цвет. Но теперь уже привыкла. Перупольский гриб. И мы берем еще опята осенние. Вот. Больше, но мокрушку еловую, больше почти ничего мы не собираем. Здесь, в Германии, в лесу. Поэтому грибов у нас в корзинах валом нету. И грибы разрешается собирать, но в определенных количествах. Например, на одной земле один килограмм, на другой земле дают два килограмма норму. Каждая земля устанавливает свои правила. Вот. Я попыталась найти правила для Нидерзаксина. Ну, так. Ну, в общем, я ориентируюсь на два килограмма. Моя дочь была на одном большом празднике природном, где были предоставлены грибы. И она, в общем, там, где были белые грибы, показывали людям белые грибы, она спросила у этого человека, сколько можно собирать белого гриба по норме, Нидерзаксине. А он сказал ей, не знаю, а вас что, кто-то проверяет или обыскивает, или когда вы собираете грибы. Ну, вот я должна сказать, что нас не проверяют и не обыскивают. Нет. Но осторожным быть не мешает. Два года назад наши переселенцы набрали столько белого гриба, по-моему, 17 килограмм на двоих. Один килограмм было разрешено собирать, и им оставили по одному килограмму, а за 15 килограмм они уплатили по 100 евро за килограмм полторы тысячи штрафа. И такие дела. Так что, переженого Бог пережет. Старайтесь, чтобы никто не заглядывал к вам в корзинку, когда вы ходите, если у вас действительно много грибов. Ну, вот тут какие-то рядовки уже, что ли, пошли. Вот, идем дальше. Смотрим внимательнее лес. В лесу нужны глаза и глаза. Вот это дождевичок жемчужный. Он такой мусорит. Я его поэтому не люблю. Гриб очень ароматный. Хвалят суп из него. Я как-то пыталась его собирать, сушить. Но дальше этого дела не пошло. Так и стоят сушеные грибы. Я их не использую. Потому что хватает свежих. Вот такой дождевичок. Если вы его разрежете, и он внутри белый, смотрим, то он съедобен. И даже, хвалят, говорят, суп бесподобный из него. Вот он абсолютно свежий, абсолютно съедобный грибок. Вот так. Но мы собираем сегодня только то, что мы собираем. Вот это вот лесные шампиньоны. Но в шампиньонах есть различия. И вот этот вот шампиньон, как бы он красиво и молодо не выглядел, на нем есть желтые пятна. В прошлом году я взяла, и когда начала варить, он стал оранжевым. Видите, как он приобретает цвет? Желтый цвет. Он стал оранжевым. Вот эта разновидность шампиньона ядовита. А вообще, поэтому я их и не беру, шампиньоны, потому что мне тяжело их различить. Есть шампиньоны с коричневой шляпкой, лесные шампиньоны. Они съедобные. Есть шампиньоны лесные белые, есть карболовые, называются. И вот эти вот ржащие. Лучше не брать. Поэтому шампиньоны я и не ем. Ну вот они, лесные шампиньоны. Их тьма тьмущая. И попробую отличить, который из них ядовит, а который съедобен. Поэтому я стараюсь их не брать. Или, можно сказать, вообще не беру. Потому что два раза уже влетало в ядовитые шампиньоны. Тот, кто может отличить, тот может их и рвать. Но только не я. Вот, срезала грибок и смотрю. Очень похож на рыжик молодой. Но это не рыжик. Это все та же лисичка ложная. Рыжик дает млечный сок, окрашенный в красный цвет. Найду рыжик, покажу. А вот это же тоже грибы. Это навозники. Вот съедобные они или не съедобные, я не знаю. Я их никогда бы не ела. Но грибы... Колония целая. Ну вот, видите, на пне пробиваются опята молодые. Я думаю, что это кирпично-красные. Вот. Ну, может быть, и серно-желтые, потому что у них ножки такие зеленоватые. Они ложные опята. Такие собирать не нужно. Запомните, чешуйки и юбочки. Вот это опенок осенний. Ну, вот это масленок. Такой урожай жирный. Один масленок. Всего. На всем. Вот. И тот перерос. Видите? Вот такой масленок. Маслят особенно в нашем лесу нет. Есть два места. Одно проверила, ничего. А на втором вот один масленочек. Он уже старый. Масленок этот называется лиственичный. Один раз видела здесь осенние вот эти коричневые, красивые, свежие. Ну, увижу, покажу. Ну вот, обещала показать. Смотрите. Вот они, лиственичные. Ну, эти, конечно, все. Хотя они свежее, чем тот, который я вам вперед показывала. Видите? Слизни прошлись. А вот этот будем брать. Масленок лиственичный. Красота. И он не один, друзья мои. Есть еще маслята. Так что маслята тоже пошли. Так, ну, делаем два шага в сторону. Вот они, еще маслята. Ну, сегодня будет у нас жарюха по всем правилам со всех видов грибов. Видите? Еще четыре масленка. А вот тут я уже прошла. Прошла к тому переросшему. А не увидела вот этот. Вот еще один масленок. Надо смотреть внимательнее. Вот там какой-то гриб. Ну-ка, идем туда. Друзья мои, какой-то гриб. Видали? А? Слепошарая. Видите, какой-то гриб. Белясик. А? Красавец. Идем все складывать в корзинку. Чистить и складывать в корзинку. Где-то мой улов. Ну, вот сейчас обрежу эти маслята. Даже рюху пойдут пожарить. Вот этот куст, это моя примета. Здесь всегда я нахожу белый гриб. Ну, куст, покажи, чем ты богат сегодня. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Ага. А вот это кто? Тут нас приветствует. Ага. Вот он, красавчик, стоит. Ведь я прошла его мимо. Потом вспомнила, что я не посмотрела. И вернулась на полянку. Вот такой красавчик. Всем красавчикам красавчик. Вот каждый раз, каждый год я прихожу к этому кусту. Спасибо тебе, Кустик, за твою доброту. И каждый год не ходи там грибница. Вот, каждый год я нахожусь здесь. Вот такой подарок. Спасибо тебе, лес. Спасибо тебе, Кустик. Видите же, сколько у меня тут наковырялось добра. Идем дальше. Хочу еще вам показать вот такой гриб, который растет на дереве тоже. Всегда он встречается на пеньках. Если найду лучше, то покажу и лучше. Этот гриб называется плютей или оленьий гриб. Он не ядовит, но он невкусный. Брать его нет смысла. Вот. Всегда бывает на пеньках или возле пеньков вот такие плютеи. Ну, вот еще масленки. И еще один плютей. Сейчас покажу плютей. Вон, видите, сидит так сверху пенька. Красавчик. Это плютей. А вот это маслята. Малыши и всякие. Будем резать. Ну, вот еще один плютей. Видите? Вот он, светлый снизу. Такой красивый, чистый. Почти на каждом пне в это время, когда начинаются грибы, он появляется почти на каждом пне. Ну, вот еще маслята. Маслята. Видите? И еще маслята. Сейчас буду резать. Красота? Вот такая кучка маслят получилась. Посчитаю дома сколько чего и скажу. Дорогие мои друзья, сегодня вы были на разведке в нашем лесу. Довольные. Постаралась показать и рассказать вам о каждом грибе. Что не сказала, да скажу еще дома, потому что нужно мне заглянуть в справочник. Боюсь обманывать людей. всем всего самого самого. Масля оторвала, видите? Всего самого хорошего, всего самого желанного. Всем мирного неба над головой. Здоровья вам и вашим семьям. Будьте счастливы. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите ваши замечательные комментарии. пишите по существу девчонки. Не надо меня расхваливать. Не такая уж я прям золотая, а то начитаюсь в ваших комментариях. Ну вообще-то они конечно очень позитивные и заряжают позитивом. Спасибо вам большое за комментарии. Оставайтесь со мной. Всем пока-пока и до новых волнующих встреч. Ну вот сегодняшняя охота закончилась таким образом. Не густо и не пусто. Пять белых, одиннадцать польских, взяла один трутовик обыкновенный березовый для подруги. Она просила, заказывала. Вот это маслята листья виничные на жареху и маслята, которые пойдут на мариновку в смешанном мариновании вместе с белыми и маронами. Вот. Ну вот получилось у нас тридцать пять маслят и пять белых. Это уже сорок и одиннадцать. Пятьдесят один гриб. Ну как-то так. Даже пятьдесят два, если считать трутовик. Ну что хочу сказать. Белый гриб не нужно отваривать. Его можно употреблять сразу. Почистили, помыли, нарезали, маринуйте. Польский гриб. Если вы не хотите, чтобы он дал вам краску, киньте его, пробаланшируйте его в воде с небольшим добавлением уксуса, чтобы он больше не давал свой цвет. Вот. Ну и маслята надо слегка отварить минут десять, а не так, что отваривать в одной воде, сливать, отваривать в другой, в третьей, четвертой и пятой. Вы вывариваете весь вкус из грибов. Масленок нужно немножко отварить. Вот такой урожай. Не густо, но не пусто. Забыла сказать, что в лесу грибников больше, чем грибов. Вот пять белых нашла и пять грибников встретила. Причем приехали они все позже нас, поэтому думаю, что нам повезло больше. Ну каждый грибник найдет свои грибы. Это уже есть такое поверье, что каждый грибник идет своей дорогой и находится и собирает только свои грибы. Ну вот час работы. Вот это белые, довольно увесистый пакетик, достаточно для соусов или пожарить с картошкой. Вот здесь у меня мелкие маслята и польский гриб, но эти маслята сегодня пойдут на обжарку с картофелем, уже отваренные. Процесс пошел. Маслята обжариваются, отваренные, горит, отваренные. Маслята прозрачен отваренные. Маслята и подваренные. И маслята с на Пакетик, миси, и и и Шунган-тараран, клещит все. Ну а сейчас я просто соединю грибочки с картошкой. Ну а сейчас я просто соединю грибочки. Вот как-то так. Ну вот такая красавица картошка с грибами и жаркое у меня получилось. Ну вот так и так, мои хорошие. Ну вот так. Ну вот так. Ну вот так.